Грибы с сыром, курицей, с лицами и макарончиками. Сейчас обжариваем грибочки, потом мы будем добавлять курицу, у меня там 100 грамм осталось курицы, потом сыр, с лицами, я буду все постепенно вам показывать. Можно тоже закидывать макарошки, включимся. Кстати, ребята, у меня макароны вот такой фирмы, я покупала в РВС, стоят они около 1 евро, 1,89 евро, советую 500 грамм, но они реально очень вкусные, я уже вот закинула макарошки, сейчас помешаю, а вот грибочки еще дожариваются. И включусь, конечно же. Кстати, по поводу макарон, советую, почему еще эту фирму, потому что она готовится очень быстро, 3-4 минуты, макароны готовы, все, сейчас буду водичку сливать и макароны готовы. А тут уже все, мясо я добавила, обжарилась грибами, теперь добавила сливки, соль, перец, сейчас добавляем чуть-чуть соли, потому что будет добавляться у нас еще сыр. сейчас добавлю сыр и включусь. Так, ребята, вот я беру сыр, я уже купила такой уже, натертый сыр на свой вкус, но много вообще желательно не добавлять, вот, потому что, ну, хочется, чтоб июшка была. Слив добавили, перемешали, все, соль, перец в конце, вуаля, готово, вкуснятина, советую, можете к макарошкам, к рису, чему, что ваша душа пожелает, туда и добавляйте, очень вкусно. Сейчас это все перемешаем, вот, смотрите, да, сыр, сливки, грибы, это просто божественно, ничего такого прям тяжелого нет в приготовлении здесь, просто пар идет, я вам ничего не могу показать сейчас, вот, все, я перемешала, можно еще чуть-чуть сыра добавляю, смотрите, сыр класс, все, перчика добавлю, можно еще приправы, итальянские правы у меня есть, вот, точнее альганом я добавлю чуть-чуть, и будет очень вкусно, советую всем, а я буду кушать скоро, приятного аппетита, приятного просмотра, спасибо всем, кто посмотрел это видео, всем пока. О, привезли мы эту пачку чипсов и будем ее есть, последняя наша пачка с крабом, с макраб, Настя, тебе грустно, у нас еще остались семечки и сухарики, но чипсы будем есть сейчас, очень вкусные чипсы, кто с Украины тот знает, да? Да, смак того, вы, детенство. Это точно. Я просто сейчас лежу и думаю, а зачем, зачем идти и тратиться, вот, ребята, подскажите, вот, когда вам хочется, да, там, иногда, там, там, раз в месяц или пару раз в месяц сходить, что купить сладенького, там, сухари, чипсов, ну, ладно, я такой не хочу, но сладенького, да, хочется. Вот скажите, как, вот, правильно сделать? Не ты это делаешь, Настя, не ты сейчас заброшу делать. Нет, я говорю, что надо быть дома, никуда не идти. Смотри, Свет, это трата денег. Настя, это ты на чем? Нет, я предложила, да, потом я думала, да, хорошо, я предложила, но я тебе сказала, что мы не идем в конце. А, ну, так а зачем я одевалась? Не знаю, Аня уже собралась, Аня просто хочет, чтобы я приготовила на завтра еду, потому что завтра нужно убираться. Ой, ты приготовила, я сказала, я могу тоже приготовить. Вы знаете. Боже, вот это на камеру и начинается. Ну, короче, самая суть, завтра у нас день такой, уборка будет, готовка, к нам в гости человек приезжает на день, на два. Другая девочка подвела нас, которая должна была приехать. Ну, это уже другая история, расскажем. Более подробнее в следующий раз. Я не знаю, денег нет, но Аня собралась, говорит, надо идти. А что идти? У РВ дорого стоят продукты. Она и я хочу сладкое, но я говорю, денег нет, значит, все, отбой, будем дома сидеть. Ну, не знаю. Ань, ты идешь? А ты не идешь? Нет, не идешь. А мира нет, надо купить и поедете. Провокейшн, понимаете, типа, план, надо купить спагетти, но за спагеттами там и конфеты. Ну, я не знаю, что оно будет, но зараз все, и включим. Всем привет, у нас опять новый день, опять мы не снимаем. Почему ты не снимаешь видео, Настя? Нет, вообще, я не буду жаловать. Что? Настроения нет? Что? Депрессия? Да, депрессия. Осенняя? Очень сильная депрессия началась. Что она у всех началась? Что это такое? Моменты, но это мое личное. Короче, к нам же, что такое? Что, не было? Красиво. Граффити это называется. В общем, что? Сегодня пятница, уснули поздно, часа в три, смотрели документальные фильмы, не буду говорить какие, и проснулись где-то в 10, начали уборку, ну как, в основном Настя убирала, конечно, тут я не буду это все скрывать. Настя, кстати, сейчас так свитер красиво выделяется. С голубой. Вот, потом мы сейчас вот только освободились и вышли на улицу, нам надо купить было подушку для Тани, для девочки, которая приедет. Потому что мы не рассчитывали, что у нас тут, ну как, мы рассчитывали вообще на другого человека, что он тут будет, останется. Который нас тупо киданул, вообще конкретно. Последний день тупо, это вообще. Это настолько несерьезно, я реально, я, ну, всегда думала, что она нормальный человек. Она нам месяц мозги компасировала, реально месяц, каждый день. Мы были в Украине, она звонила, писала. А что вы меня игнорируете? А вы вообще вернетесь? Такая странная. Говорит, вы хоть вернетесь. Я боюсь, что вы уедете, не вернетесь. Такая странная, но реально. Суть была в том, что, может, кто-то еще не знает, к нам должно было приехать. Мы говорили всегда персонаж, персонаж. Ну, да. Так вот, этот персонаж должен был приехать, мы должны ее были оформлять, квартиру мы уже нашли практически. Человека-переводчика нашли, который будет заниматься. Женщину, которая готова прописать ее у себя, наша зрительница. Уже термин она даже взяла. Она вообще, да, кстати, такая умничка. Если вы нас смотрите, вам большой привет. Это наша подписчица. Ну, просто сама суть, что мы реально задействовали человека, чужого, который вообще не должен этим заниматься. Мы переживали, мы ее успокаивали, поддерживали максимально, как только могли, каждый день. Так она изначально, короче, сама суть, она постоянно, каждый месяц она затратила. Ну, как? Ну, в этот год последний, да. Но последнюю неделю она просто начала как-то игнорировать. Да. Как-то, я даже не знаю, она не знала, как правильно выйти из ситуации. Начала сразу придумывать. Мы спрашиваем, ты точно приедешь? Потому что мы чувствовали, что... Ну, да, я чувствовала. Ну, как-то на мороз упала, я буду так выражаться. Я приеду, конечно, сто процентов. Мы осмотрим истории, она каждый день выставляет истории с девочкой, с которой она давно не общалась, что они там сидят как-то, ну, выпивают, в общем, такое что-то непонятное. Ну, днём, да, входит, гуляет. Да. И мы ей пишем, ну, ты точно едешь или тебя уже отговорили? Потому что, ну, мы предполагали так. Она говорит, конечно, я точно еду. У меня есть своё мнение, и я решаю, типа, всё такое. Будто бы мы её вообще... Так выглядело, будто бы это нам надо, а не ей, когда она нас умоляла. Мы ей объясняем. Не родственники, не кто ли? Ситуация нестабильная. Тут неизвестно, что приедут с другой страны беженцы, или закроют для украинцев. Это объяснялось целый месяц. Так она же сама попросила, сама. Всё расшовывалась. Что и так здесь? Руку протягивают человеку просто-напросто. Ну, сама же попросила. Знаете, типа, с одной стороны, думаю, боже мой, хорошо, типа, меньше проблем у нас будет, да? Ну, да, по факту. По факту. С другой стороны, я не понимаю, человеку 27 лет. Девушка, да? Да. Уже, как бы, уже скоро 30-ка, извиняюсь. Ну, конечно. Писать в последний день. Я собрала все вещи, фотку, вот отправляю. Я не знаю, как... Я переехала к парню, к мальчику. Я его не знаю, но я к нему переезжаю. Я с этим парнем особо не встречалась, ничего. Я его не знала. Неделю его знаю. Переписывалась с ним, но я к нему переезжаю. У нас просто волосы дыбом на голове этот. Я вообще была в шоке. Как так? Так она нормальный человек. Мы всегда думали, что адекватная девушка. Как можно такое чудить? Как? Я не знаю, придумала она это или нет, но мне кажется, что она это придумала. Надеюсь, вы меня не поймете и не будете на меня обижаться. Для чего нам было вот это вот морочить мозги? Для чего? Мы звонили, вот, да, нашей знакомой. И постоянно требовали, ну, как требовали. Выходили на связь, спросили типа. Ну да. Так и так нам приезжает человек. Термин на прописку. Извините меня, это не в лагерь какой-то она бы ехала. Ей уже предоставлена была бы и прописка, и жилье. Что хочешь. Просто приезжай, раз ты захотела, раз ты попросила. Поэтому я и расстроена, не хочу об этом. Ну, неприятно действительно такое. Вы нас тоже поймите, какая у нас может быть реакция. Она не была в нам прям по-друге, ну, хорошая, знакомая. Да, оказалась хорошей. Мы когда-то вместе с ней работали, ну, как дружили, ну, хорошо общались. Хорошо, что она, Аня, в последнюю минуту показала себя и все. Потому что фьюбе, значит, дальше было. Раз она такое чудо. Ну, и вообще, мне так неприятно, до сих пор я расстроена. Это я, знаете, я говорю, Аня, мне бы было стыдно, я не знала, она придумала эту историю с парнями или нет. Например, да, типа, я с Аней не особо знакома, я пишу, все, мне нужна помощь. Я выезжаю, типа, пожалуйста, там, умоляю. И в последний день я тупо бросаю, говорю, я никуда не еду. У меня что-то... Я в голове так подумала. Разве это по-человечески? Я вообще не понимаю, ну, типа, как ты можешь подставлять людей так. Скажи заранее, чего ты боишься? Скажи за неделю, скажи хотя бы за три, за четыре, за пять дней. Не знаю, ну, заранее как-то подотопь, бояться чего-то, что ты же не ребенок, типа, уже тридцатка. Ну, честно, я даже не хочу выврить, это бесконечно можно. Мы должны были ее встречать в пять утра, потом на курсы бежать. Это же серьезное дело. Мы хотели ее встретить, накормить, ну, знаете, по-человечески. Это же нельзя прогуляться, съездила в город и обратно уехала. Говорит, я взяла уже и билет, ну, походу она не брала даже никакой билет. Просто для чего этот цирк был, я не помню. Да, короче. Очень неприятно, да, ну. Сейчас уже время идет, я не хочу, закругляемся на этом. Да, ладно, Настя, видите, вообще не в духе. Да, мне надо еще в магазин съездить. Да, и съездить сейчас, сходим в магазин. Ну, будем по мере возможности включаться. Спасибо большое всем за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, напишите ваше мнение об этой девочке, кстати говоря. Ну, ладно, Настя, ну, не надо прям так обсирать человека, ну, просто обидно-то и все. Ладно, все, все-все-все, всем чус.